Это программа «День с толком» в студии Ирины Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Общественники бьют тревогу. Барнаул не готов к ремонту моста на новом рынке. Перенесут ли работы на осень? Рассадник инфекций. Как сейчас выглядит квартира барнаульских пенсионеров, которые чуть не сгнили у себя дома? Просрочка для малышей. За что детские сады в Барнауле получили выговор? Два детских сада Барнаула получили выговор за трехдневную просрочку продуктов. Напомним, накануне прокуратура Центрального района проверила рацион в дошкольных организациях и выявила шесть нарушений, в том числе несоответствие продуктов установленного меню. К тому же занижены нормы потребления фруктов и соков. Как сообщают в мэрии города, причиной нарушений в детских садах стало значительное удорожание продуктов, которые рекомендованы для полноценного питания. В учреждениях образования осуществляется многоуровневый контроль, в том числе родительский, что позволило в текущем учебном году значительно снизить количество жалоб и обращений. Вопрос организации питания в школах и детских садах находится на постоянном контроле в органах власти. Возвращаемся к теме. Когда в интернате лучше, чем в своей же квартире? Ровно неделю назад мы рассказывали о семье басистых, которые проживают в Барнауле в невыносимых условиях. Супруги были не в силах себя обслуживать и нуждались в медицинской помощи. Сразу после выхода нашего сюжета семью госпитализировали, а накануне появилась еще одна новость. Подробности в сюжете. Так квартира семьи басистых выглядела ровно неделю назад. Невносимый запах и насекомые отравляли жизнь всему подъезду. Виктор и Валентина уже давно не могут ухаживать за собой. Мужчина, например, недавно беспомощно пролежал пять дней в туалете. Его супруге тоже явно требовалась медицинская помощь. У вас муж лежал несколько дней в туалете. Вы почему не обращались за помощью? Ну, несколько дней. Валентина, вам нравится так жить? Мне нравится. Вы сидите у вас на ноге мухи? Мне ничего не кусают. Жилье превратилось в рассадник инфекции. И, судя по всему, это беспокоило только соседей, которые неоднократно обращались в соцзащиту. Но люди так и продолжали гнить. После выхода нашего сюжета в эфир на следующий же день супругов госпитализировали в больницу. А в квартиру зашла клининговая компания. Сейчас семья по-прежнему находится в больнице. Всем было понятно, после выписки история может повториться. Близких родственников у басистых нет. А накануне супруги все-таки согласились поехать в интернат. Они подписали заявление на помещение стационарное учреждение. То есть состояние, наконец-то, здоровья дало им понимать, что сами они самостоятельно проживать не смогут. Они будут размещены в Тальминский дом-интернат, там же, где находится их сын, то есть семья воссоединится. 40-летнего сына органы опеки забрали у басистых год назад. На принудительное лечение. В ближайшее время родители смогут его увидеть. Скорее всего, сразу после выписки супруги отправятся в интернат. А вот что будет с квартирой басистых, пока неизвестно. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Из-за омикрона эпид-обстановка в Алтайском крае по-прежнему остается напряженной. Сегодня стало известно, что суточный прирост ковид-инфицированных в Алтайском крае составил почти 4,5 тысячи человек. Губернатор региона Виктор Томенко тоже заболел коронавирусом. О положительных результатах теста на ковид-19 сообщила пресс-служба правительства региона. Известно, что Томенко чувствует себя хорошо. Болезнь протекает без симптомов. В ближайшие дни губернатор проведет на удаленке. Несмотря на это, правительство края продолжит работать в прежнем режиме. Барнольские пациенты продолжают жаловаться на огромные очереди в поликлиниках и отсутствие врачей. Но есть медучреждения, где работа с заболевшими отлажена грамотно. К примеру, по словам нашей коллеги Анастасии Дорогану, которой на прошлой неделе подтвердился коронавирус, в третьей городской поликлинике очереди практически отсутствуют. Пациенты, которые идут на первичный тест и повторный, не пересекаются. Работает два кабинета терапевта для тех, кто идет именно первично, для того, чтобы взять первичный мазок. Для нас, для повторщиков. Работает отдельный кабинет. Там берут мазки именно уже у подтвержденных больных коронавирусом. В очереди до меня было человек пять. После меня довольно быстро образовалось человек семь. Но в принципе это и все. То есть коллапса никакого не было. А между тем, алтайские предприниматели, наиболее пострадавшие от пандемии, получат помощь от властей. Новые меры поддержки утвердили барнаульские депутаты в ходе онлайн-заседания. Так, от аренды платы на муниципальное имущество и землю на полгода освобождаются предприятия в сфере туризма, культуры, общественного питания, гостиничный бизнес и ряд других организаций. Льготы предоставляются автоматически, подчеркнул зампредседателя гордумы Сергей Струченко. К слову, из-за преференции бюджет города недополучит порядка шести миллионов рублей. Сами же предприниматели отмечают, что в поддержке нуждались еще год назад. Наконец-то нас услышали. Конечно, не впечатляет цифра шести два миллиона. В масштабах даже муниципального образования города Барнаул это крайне низкая цифра. Но, тем не менее, этот шаг сделан. У нас ряд других предложений был, в том числе и по налогу на имущество, о том, что его надо корректировать. Потому что, напомню, у нас действует максимальная ставка 2% от кадастровой стоимости по налогу на имущество. Барнаульские общественники предложили сдвинуть сроки ремонта моста на новом рынке с весны на осень. По их мнению, пока город не готов к таким масштабным работам. Транспортный коллапс неизбежен. Об этом мы сегодня пообщались и с самими общественниками, и с чиновниками. Далее подробнее. Бутылочная горлышко 70-летней выдержки. Скоро оно станет главным ньюсмейкером города. Споры вокруг переправы на новом рынке не утихают даже сейчас, когда до ремонта, по сути, осталось всего ничего. Мэрия уже начала рассматривать предложения граждан, касаемые организации движения на участке. Чиновникам поступило уже более 30 писем от жителей города. Их можно отправлять на почту, указанную на сайте города, до 28 февраля. Есть, конечно, предложения, которые связаны, в первую очередь, с движением общественного транспорта. Это, в том числе, обособление трамвайных путей по улице Советская армия, многие жители высказывают. У нас это предложение было озвучено и ранее, то есть сейчас мы это предложение в работу взяли. Ну и, конечно же, есть такие предложения, какие-то связанные с движением трамваев, с автобусами. Поэтому все эти предложения нами рассматриваются, смотрятся. Схемы движения во время ремонта предлагали даже студенты политеха. Этому они посвятили свои ВКР. Одна из дипломных работ частично ляжет в основу концепции движения на новом рынке. А тем временем некоторые общественники в Барнауле бьют тревогу. Город совершенно не готов к закрытию моста. По их мнению, сроки ремонта необходимо сдвинуть с весны на осень. Мы готовим как раз обращение к главе города Вячеславу Франку, в котором мы просим и отложить сроки, и заняться вопросом в устройство трамвайного кольца возле торгового центра «Пионер», обособить трамвайные пути на улице Челюскинцев. В мэрии считают, а бассейн обеспочвенно переносить работу на осень нецелесообразно. Как заверяют чиновники, они проделывают большую подготовительную работу, и мост никто не закроет, пока не будет четкой схемы движения, работы светофоров, новых знаков и разметки. Те планы, которые мы наметили, это и строительство разворотного кольца, и обособление полос, выделенные для общественного транспорта. Это работа именно в финальной своей стадии, требующая порядка двух недель. Ну и те мысли о переносе сроков на осенний период, но они несостоятельные как минимум. В первую очередь это связано с тем, что в летний период организовать движение, и как раз перейти на это движение, когда в целом трафик снижается, приучить жителя к новой схеме наиболее оптимально. Кто был прав, мы узнаем совсем скоро. Власти планируют приступить к ремонту уже в мае, а это значит, что тысячам барнаульцев придется искать пути обхода и лишние часы на сон. В утренних и вечерних пробках его будет не хватать. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком. Стало известно, из-за чего пересох пруд в парке Изумрудном. В результате геологических исследований, которые специалисты провели накануне, они пришли к выводу, что вода из пруда вытекла из-за пришедшего в негодность полиэтилена, который использовали в качестве гидроизоляции еще с советских времен. Специалисты пробурили несколько скважин внутри и возле водоема. Это позволило убедиться в необходимости замены изоляции. Вскоре здесь уберут донные отложения, засыпят слой песка, на него уложат новое изолирующее покрытие, сверху его также засыпят песком. При этом бетонные плиты убирать не планируют. В галерее Турина гора развернули экспозицию «Откровение души». Это 25 уникальных картин, полотном для которых стала смола. Работу привезли из Москвы, но их автора училась писать на Алтае. На выставке побывала Анастасия Наборщикова. Вместо холста смола, акрил и чернила. Для художницы из Москвы Анастасии Крылова их тягучесть есть нечто чувственное. Таким она видит женский образ и его взгляд на мир. К сожалению, сама на открытие экспозиции приехать не смогла. Но полотна красноречивы, ведь это то, как чувствует и переживает она, женщина. В её жизни настали большие перемены. В жизни женщины важное событие — это рождение ребёнка. Вот она стала мамой. Это материнство, оно вот дало импульс, толчок заглянуть внутрь себя, начать какие-то новые искания. В своих работах я хотела бы побудить женщину к внутреннему диалогу с собой. И в то же время дать понять, что она не одна в этих вопросах. Что при всей неразберихе современного мира мы можем находить красоту, которая существует в каждом из нас. В картины Крылова есть музей Китая и Черногории, а некоторые даже в частных коллекциях Италии и Швейцарии. Правда, работы в таком стиле представлены только у нас. До рождения ребёнка девушка писала в классическом стиле. А когда получила академическое образование, любила проводить время в Эрмитаже и Третьяковке, где занималась копированием. Это помогло почувствовать свободу творчества и возможность реализовать собственные идеи, не задумываясь над техническим их исполнением. Для меня данная работа очень символизирует нынешний период. А люди с закрытыми глазами не видят, что происходит вокруг. Каждый человек живёт в своём собственном мире. Действительно нужно открыть глаза для того, чтобы увидеть все краски мира. Сейчас экспозиция представлена в галерее Турина гора. Увидеть её стоит, ведь художница родом из Барнаула и, прежде чем уехать в Москву, окончила художественное училище Новоалтайска. Её педагоги были такие мэтры, как Алексей Дрилёв и Перегильдиширов. Женский взгляд и само откровение души будет доступно горожанам и гостям Барнаула до 8 марта. А после картины покажут жителям столицы России. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. Из преподавателя французского в бодибилдеры. Жительница Барнаула почти в 40 лет решила серьёзно заняться спортом. И уже спустя год тренировок взяла первое место на Всероссийском кубке по бодибилдингу. Как спортсменке удалось добиться таких результатов и с какими сложностями пришлось столкнуться, смотрите в сюжете Софии Яценко. Сейчас ты поднимаешь, я тебе помогаю вывести и дальше сама. Пожалуйста, опять повторение. Жим, штанги, ножа. Теперь Наталья подтягивает не только студентов, но и тело. За 20 лет преподавательской карьеры женщина обучила французскому сотни человек. То, что когда-то станет тренером, даже не думала. А вот сама тренировалась регулярно. За 42 года перепробовала многое – от аэробики до йоги. Но в 2019 году поняла, что хочет заняться спортом серьёзно. Хотелось красивые мышцы, рельеф, вот это всё. Фигуру как-то привести в порядок. А потом, просто год позанимавшись, вокруг начали говорить люди, что можно бы и выступить на сцене. Вот проходят такие соревнования, начала узнавать. Ну и посмотрела, как к этому готовятся другие, как это проходит. Ну и решила, что в принципе могу. К своим первым соревнованиям Всероссийскому кубку по бодибилдингу Наталья готовилась около года. Говорит, поначалу было сложно. Особенно соблюдать режим питания. Но старания спортсменки не прошли даром. Первый выход на сцену – и сразу первое место. Если нет особой мотивации – сложно. Если она есть – нет ничего невозможного. Какой-то начинаешь ловить даже удовольствие от этого. Потому что ты всё время знаешь, как, что дальше делать. И понимаешь, какой будет результат. Наталья не скрывает. Её тело – результат не только упорных тренировок, но и генетики. Однако именно систематические занятия спортом помогли раскрыть то, что дала природа. Если вы посмотрите на тех, кто постарше, и вы можете сравнить тех, кто ведёт здоровый образ жизни, активный, и кто ничем не занимается. Две большие разницы. Поэтому спорт – это вклад в себя, это вклад в свою красоту. И не только красоту. Это же ведь общение, это хорошее настроение, это активность, энергию. Сейчас женщина готовится к региональным соревнованиям по бодибилдингу, которые пройдут в марте. Но планирует Наталья выступить не только в Алтайском крае и хочет попасть в Красноярск. Поэтому продолжает совершенствоваться и советует следовать и её примеру. Чтобы нам подольше присутствовать в этом материальном мире, нужно заниматься своим физическим телом. Не только духовным. Поэтому беритесь за себя, и жизнь вам повернётся новыми красками абсолютно. София Яценко, Андрей Печоркин. День с толком. На официальном сайте ГТО появился рейтинг реализации проекта «Готов к труду и обороне» по итогам последнего квартала 2021 года. Алтайский край занимает 82-ю позицию из 85-ти. При этом по сравнению с предыдущим кварталом мы даже опустились на две строчки вниз. Почему произошёл такой спад и как выбираться со дна, разбирался Дмитрий Дроздов. Год назад в том же рейтинге Алтайский край был 73-м. Сегодня 82-й из 85-ти. Так почему мы упали почти на 10 позиций? Эксперт уверяет, причин достаточно. Удалось выяснить пять как минимум. Первое – штат. Люди, которые работают на точках сдачи ГТО. И принимают наши нормативы. У нас проживает в Алтайском крае 2 миллиона 148 человек. На это количество людей в ГТО отведено 38 ставок. 83-я строчка из 85 субъектов Российской Федерации наша. Берём первую строчку. Это Воронежская область. У них проживает 2 миллиона 178 человек, что на 30 человек больше. Но ставок, обслуживающие в ГТО, это количество населения – 250. Такой штат в нашем регионе просто не успевает обрабатывать огромный наплыв информации. Вторая причина – климат. Всё познаётся в сравнении. К примеру, в Краснодаре всегда тепло и есть возможность провести кросс в любое время. У нас большую часть времени – холода. И из крытых манежек, где можно проводить ГТО, только политехнический. Но и там круг всего 200 метров. А нужно пробежать несколько километров. Но люди всё равно приходят. Желающих сдать нормы ГТО предостаточно. Выполнило 3680 человек. Выполнили комплекс полностью. То есть прошли до логического завершения. ГТО может сдать каждый, но не каждый может заявиться. Чтобы пойти за золотом, нужно пройти регистрацию и получить специальный номер. Это можно сделать только через компьютер. Для старшего поколения 60 плюс – весьма проблематичная история. А ещё нужно получить справку, что человек здоров. В наше ковидное время это сделать весьма непросто. Но всё же региональный центр придумывает разные решения, чтобы наш регион поднялся в рейтинге. Мы планируем для того, чтобы повысить цифры зарегистрировавшихся и сделать популярнее в населении комплекс ГТО, устраивать такие мобильные площадки на массовых мероприятиях в крае, то есть как городских, так и муниципалитетах. Как показывает статистика, высокий процент сдающих школьники и студенты. Людей старшего поколения не так много. Так что сейчас стоит задача – привлечь к сдаче норм ГТО и людей с возрастом 40+. Дойти до Олимпа всероссийского рейтинга нам, конечно, будет непросто. Но решив вышеперечисленные проблемы, есть шанс попасть хотя бы в его середину. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. 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 Продолжение следует...